всем привет дорогие зрители вы на канале алексей play и с вами разумеется на этом канале как всегда лёша ядя и был конечно же бесконечное лето а именно мод саманта бесконечным летием и мы тут остановились на чем она чем остановились после серии посмотрите прошлую серию а мы будем продолжать читать вот так я ждал девочек возле пляжа изнывает нетерпение посмотреть на гения шурика за работой какой же работы интересно ну-ка вон кабинки для переодевания я знаю вы идете нет я же сегодня тут по делу даже купальник не взяла чтобы избежать соблазна славе хихикнула прикрывая рот ладошкой вот и я тоже по делу что не будете купаться не а могли бы и раньше сказать а что такого все купаются вон я лучше как-нибудь потом что-то не так мне сходить нет нет просто вода еще холодная пойдемте лучше на бочку посмотрим кибернетиков рядом не было но вокруг нашей бочки скрутилась достаточно ребят и без них до досталась бочка сейчас эта публика дружно осуждала ульянку как же можно пацаны строили она лодку в тихую вела еще разломала это она нарочно тут был и якорь и рубка и все на свете плаву не хочу а теперь в хлам все на меня тоже посматривали недоброе но в мой адрес ничего не высказывали наверное из уважения к моим спутницам какая огромная бочка интересно откуда она взялась для чего вы для чего вы такие используете говорить иностранцам о культе большой бочки запрещено под страхом смерти кбб сокращенно ты только что сказал ты только что сказал ты только что сказал ты только что сказал ну а серьезно откуда нам узнать мы провели тут лишь на несколько дней больше твоего но не в стране же не будь так уверена я тоже не представляю что за бочка не могли же в ней капусту квасить это как раз вариант в лагере и куда девать только капусты неделями одну капусту лопать то были суровые времена то были суровые времена ну не квашеную же а вот а вот и знатоки идут сейчас у них спросим славя показала на приближающихся кибернетиков стало немного обидно что они вдруг знатоки а я стало быть не совсем знаток или даже не знаток вовсе остатки заинтересованных судьбой бочки пионеров уже вовсю жаловались кибернетиком на ульянку ведь тут конец лодки правда была отличная рубка а теперь дырища знатоки принялись снова осматривать бочку саманта подошла к ним поближе и мне пришлось сделать так же чтобы оставаться между ней и кибернетиками мы тут поспорили откуда такая бочка у нас взяться могла без понятия ответил шурик ага 1-0 в пользу команды телезрителей хи 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 так Семен счет открыл Впрочем Славе Шурик едва ли слушал сейчас его интересовали другие вопросы Впрочем Славе Шурик едва ли слушал сейчас его интересовали другие вопросы Положим рубка это была ни к селу ни к городу на отверстие остается главной проблемой подтвердил шурик на лице можем заделать а внутрь тогда как залезать просил я крышка тоже серьезно протекает и дальше только хуже будет если наглухо не закрыть ну давайте туда вообще все заделаем предложил шурик только сперва пусть Семен внутрь залезет останется только немного подождать и и я напоминаю что почему я озвучиваю тех кто говорит ну то есть ответил шурик предложил шурик там или электроник это я говорю для тех кто слушает они они только смотрят вот шурик говорит давайте тогда вообще все заделаем только сперва пусть Семен внутрь залезет останется только немного подождать и перестань прервал его электроник он что в реанже заделываем кого нибудь наглухо и он плывет потом открываем да вы робота туда посадите пускай себе плавает шурик так снисходительно глянул на славяну на славю будто ее предложение было намного глупее ее собственное его собственное но славя этого заметить не могла она уже спешила помочь упитанному пионеру застрявшему в спасательном круге хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе подхватил я подлодка это вообще не про нас а в чем проблема спросила Саманта им нужно уберечь бочку от протечек но при этом оставить где-то вход выяснил я Саманке почему бы не повернуть ее вверх ногами точно дайте бочке сделать бочку воскликнул я я серьезно ведь если отверстие будет снизу это будет уже батисков какой-то разил электроник а ведь эта идея загорелся шурик очень хорошая идея браво саманта саманта густо покраснела мне почему-то захотелось раскритиковать эту идею на меня опередил электроник батя шкаф ты серьезно почему бы нет просил он в ответ просил шурик в ответ не забывайте про форму бочки по правил его электроник края отверстия не на одном уровне в него попадет много воды и это нормально выразил шурик вода поможет победить выталкивающую силу наплавать придется по пояс в воде возразил опять электроник переживем настаивал на своем шурик а залезать будет разве удобно и вылезать а что нырять придется поинтересовался электроник это уже частности дразил шурик зато теперь все выполнимо электроник похоже не горел желанием всерьез заниматься бочкой но в итоге согласился на новый план сумка деваться было некуда это точно не отстаньте шурик такой вещь он как загорится так все кибернетики ушли готовить какой-то супер герметик для крышки по свежевычитанному шуриком рецепту мы саманта остались сторожить бочку нужно много мужества чтобы отправиться под воду в этой бочке и немного глупости или много хватил я и кто же будет на ней погружаться просила саманта меня так кто знает но могу заверить что это буду не я как жаль я слышал о твоем прошлом заплыве на бочке но хотелось увидеть собственными глазами смотри она и вообще поджуживает как я уже сказал разве ты не хочешь впечатлить прекрасных дам таким подвигом вот нужно на тебе мне нет я уже достаточно впечатлена я правда такой впечатляющий саманта смущенно улыбнулась а потом о чем-то задумалась погрустнела так тяжело было изжать той ночью знаю потому что это было нечестно нам даже не дали попрощаться уже этого мы заслуживаем всего лишь попрощаться очень скромное желание отожидала чего-то еще не хочу уезжать я же умру там понимаешь ой помнишь вижу что она мне все еще не верит это может быть к лучшему нет не умрешь но надо вернуться езжай домой но будь осторожна как только можешь других вариантов нет сбегать мы не будем возразил я ей ты уверен саманта улыбалась но я знал что вопрос этот для нее не так прост а уж для меня тем более впрочем знал я и то что она все равно уедет и что мне нужно поддержать ее в этом я не похищаю маленьких девочек но может быть сопровождаешь сбежавших это не для тебя ты выше и лучше всего этого то есть мне придется умереть потому что я слишком хороша чтобы сбежать они найдут нас и отправят тебя домой если твой дом переживет этот скандал я не они станет частью ядерной пустыни а я отправлюсь в тюрьму а там не жалую тех кто связывается с девочками связался с девочками тюрьмы просто кишат завистниками знаешь ли если я всего всего лишь девочка зачем мы говорим о тюрьме войне и смерти действительно ну хорошо выбери любую тему окей как насчет лошадей любишь лошадей конечно кто нет а вот любит ли они нас а с чего им не любить ты же не никаких никак не вредил лошадям нет но я бы съел лошадь что до сел бы смысле прямо сейчас проголодался нет вообще съел бы так что если я скажу что они мне нравятся это не делает меня другом всех лошадей так ведь и опять обсуждаем что-то мрачное прости смен ты это нарочно делаешь я бегать и искать вас должна саманта тут со славей то просто отошла на минутку чего чего вы у этой бочки к околачиваетесь что задумали сжечь ее сжечь бы ее от греха подальше нельзя вы что это же новый проект кружка кибернетики на ней робот поплывет дно исследовать только робот но не человек же самом деле увидев ольгу дмитриевну к нам подошла и славя а разве робот не испортится от воды пусть кибернетики постараются чтобы нему не намок а как он намок нет ну в бочке в этой когда плывет когда поплывет взглядом я умолял славе не выдавать наше предприятие она же смотрела на меня осуждающая наверно водонепроницаемый наверное ладно пускай себе плывет если надо наверное а нам саман ты еще клумбы нужно проведать очень интересно правильно держите саманту подальше семена а то мало ли что вожатая взяла побрачневшую саманту за руку повела ее назад в лагерь спасибо даже не знаю зачем пошла у тебя на поводу а в прошлый раз вы меня обманули все было под контролем скажи скажи это ульянки нет лучше ее родителям посмотрели бы они на те шишки ну вот зачем тебе эта бочка опять интересно же а вдруг правда под водой поплывет ничего никуда не поплывет я я запрещаю вот я тоже сомневаюсь что получится учти если кто в бочку полезет я сразу за вожатую зову но приплыли кибернетики уже снова были на пляже они тоже немного поспорили со славей но никакого соглашения достигнуть не смогли тем не менее работа была начата я тоже был не против помочь но шурик подпускал меня к бочке с неохотой я мог и уйти но чувствовал что без моих советов они тут наломают дров причем в прямом смысле да так я и наблюдал за их вознёй до обеда к тому времени бочка была уже не наполовину просмолена за обедом в вожатый вдруг проснулся интерес к той мистике которая нас коснулась в последние дни об этом она меня и расспрашивала пока я не догадался что дело в саманте вы что опять там духу вызывали спрашиваю я вожатую нет вот делать нам нечего дурацкая игра а что тогда она видела твою книгу ту самую как она у нее оказалась летучие мыши принесли да никакие да никак не оказалось это мы в мой домик заходили на минутку а она и схватила и что испугалась еще как что она могла там понять ничего потому и испугалась наверное сейчас я объясню ты что нет не говори с ней об этом пусть себе пусть ест себе спокойно нужно все прояснить пусть чувствует себя в безопасности со мной она всегда в безопасности допустим а когда одна ночью так вот тут уже получается другой сюжет да и другая тема выходит уже у нас всплывает поэтому здесь мы наверное остановимся и продолжим в следующей серии и а пока конечно же а чем мы вас хотим попросить чтобы про нас не забывали чтобы не просто смотрели наши видео а еще и оценивали как ну наверное вы сами уже знаете чё я буду вам об этом говорить чё я буду вам об этом говорить пачк вверх вот и весь сказ ну все ну и подписываться не забывайте на мой канал то тогда пропускать не будете свежих 7 по саманте ну все всем пока пока пока